Приветствую вас. Давайте попробуем понять, что с вами произошло. И давайте попробуем разобраться, что нам делать дальше. Сразу скажу, что профессиональная этика запрещает нам оценивать коллег, давать им оценку, критиковать и так далее. Я считаю, что нет каких-то таких, знаете, слишком уж явных нарушений, ну как бы сказать, процедуры работы психолога в данном случае. Почему? Ну хотя бы потому, что вы не сказали суть. Вы не сказали, как именно вы узнали, что у вас недолгосрочная терапия. Это первое. Второе. Почему вы решили ходить на долгосрочную терапию? Ну то есть, почему вы решили, что именно она вам нужна? Вот как вы сами для себя это решили, да, если вы обращаетесь впервые и не представляете себе того, как происходит работа. Понимаете, да, вот эти два момента, они не предоставляют тех фактов, которые позволяют говорить о том, кто в этой ситуации проявил себя более субъективно. Да, кто оказался больше во власти эмоций или стереотипов или какого-то еще негативного такого влияния, да, деструктивного влияния. Поэтому, еще раз, как именно узнали и почему вы изначально решили, что вам нужна именно долгосрочная терапия, да, то есть вот вы пишите, что думали о том, что ходите на долгосрочные консультации. То есть, почему вы так думали? Почему вы так решили? Откуда такое убеждение, что вам нужны именно долгосрочные консультации? Понимаете? Вот. Видите ли, клиенты, они разные бывают. И если клиенту скажешь, что вам нужна долгосрочная терапия, он может отреагировать негативно. Да. Если вот как с вами получилось, ну, это же нельзя предугадать заранее. Понимаете? И я думаю, что именно поэтому у психолога и нет пояснений о консультациях. Да, долгосрочной консультации глубина проработки больше. Но запросто заключается в том, что кому-то это подходит, а кому-то нет. Вам об этом коллега говорила. Далее. Вот что интересно. Значит, по тексту вашему, у меня сложилось ощущение, что вы делаете перенос на психолога. Некой злости и недоверие. Вот. То есть, мне показалось, что вот то, что вы разочарованы, да, а ведь вам никто ничего не обещал, никто ничего не говорил и так далее. То, что вы, значит, испытали разочарование, это говорит о ваших ожиданиях. То есть, вот есть у вас некие ожидания. Я не знаю, какие ожидания, может быть, именно от психолога, что он вам даст то, что вы хотите решить, может быть, вашу проблему, который у вас есть, но понимаете, какая штука? А если вы ориентированы на решение проблемы, то не имеет значения долгосрочная у вас или краткосрочная форма работы. Главное, чтобы проблема решила. И вы либо решаете эту проблему, да, ну, психолога, либо вы видите, что проблема не решается. Приходит в любом случае вас, как бы, ну, не отпустит, пока, ну, пока, грубо говоря, проблема не будет решена. Понимаете? То есть, есть проблема, проблема вы обозначены, и психолог начинает с ней работать. И вы ходите к нему столько, сколько нужно для проработки этой проблемы. Вот. И все. Это если нужно решать проблему. Именно. Но вы испытали разочарование. То есть, здесь у вас, как бы, к нему какие-то чувства возникли. К нему какие-то эмоции возникли. А это перенос. Либо перенос, либо некий такой, знаете, участник игры. То есть, может быть, вот, у меня, например, сложилось такое вот впечатление, да, что вы, ну, такой довольно, может быть, значит, мягкий, такой, знаете, немного тревожный, может быть, мнительный человек, да, вот. И, соответственно, вы можете бояться чего-то. Потому что вы говорите, я испытываю злость. Злость – это защитная реакция. Злость это означает, что вас вывели. И состояние равновесия. Или показали вам, что вы в этом состоянии неравновесия находитесь. И вот, пожалуй, то, что можно было бы сделать здесь. Да, я сейчас не оцениваю вашего специалиста. Я сейчас не говорю о том, как он должен был поступить и так далее. То, что можно было бы сделать ему, это из этого обстоятельства, да, вот это обстоятельство, превратить в объект терапии. То есть, почему разочарование? Почему вы сразу записали его в непрофессионала? Ведь, может быть, именно это и является его профессиональным подходом. Но вы чего-то ожидали. Понимаете? Вы ожидали, но вы об этом не сказали. То есть, вы чего-то хотели. Вы, ну, поскольку не написали о том, почему решили, что вы этого хотите. Да, то есть, почему решили, что долгосрочная вам терапия нужна. Вы свое желание полностью не осознавали и вы о нем не сказали. То есть, я полагаю, что вот это подавление себя, подавление, да, то есть, подавление и ожидание, что другие сделают вам так, чтобы вам было хорошо. То есть, сделают для вас то, что вы хотите. И сыграла с вами свою шутку. И это драйвер. Этот драйвер называется «Угоди мне». То есть, в глубине души, возможно. Я говорю «возможно». Я не утверждаю на 100%, но возможно. Вы считаете, что люди вам должны. И фрустрируете из-за того, что это не так. Потому что сами своих желаний, своих стремлений, вы, вероятно, стыдитесь. И то, что вы стыдитесь, мешает. Вы говорите о том, что на первых, на первых и последующих сессиях он не задавал вопрос. Крескосрочные или длительные консультации меня интересуют. Вопрос к вам. А должен был? Вы считаете, что должен был? Почему? И как у него обстоят дела со всеми другими моментами? То есть, что вот вы говорите, что он не профессионал, основываясь только на том, что он не задавал вопрос вам. А чем он обосновал то, что он не задавал вопрос? У него были какие-то моменты для этого? Какие-то свои соображения по этому поводу? Понимаете, в деловых отношениях нужно все обговаривать. Но есть вещи, особенно в таких тонких материях, как психология, есть моменты, которые обговаривать не нужно. Потому что попытка их оформить приводит к их деформации, наоборот. Понимаете? И специфика психологического консультирования и психологической работы в том, что ваша реакция, как я уже сказал, достойна того, чтобы с ней поработать. Почему разочарование? Чего ожидали? Чего хотели? Чем это желание продиктовано было? Понимаете? То, что исчезло недоверие, понимаете, ну это, конечно, важный момент. Но, поскольку человек является саморегулирующей системой, то я предлагаю сперва спросить себя, обманывал ли вас как-либо терапевт? Использовал ли он какие-то знания о вас для того, чтобы вам навредить? Действовал ли он как-то не в ваших интересах? А только это может служить причиной исчезновения доверия между вами. Разочарование, которое возникло у вас, это ваша реакция. И то, что вы потеряли доверие к нему теперь, говорит лишь о том, что вы видели в нем не психолога своего, а кого-то другого. Уже. Ну, у кого-то, что вам нужен. То есть вы наделили психолога своим образом. И это хорошо. Это здорово. Потому что очень, как правило, люди видят других через свой стереотип, через свои какие-то убеждения, через призму своих желаний и так далее. И один из приемов психологической работы заключается в том, чтобы вы, не зная ничего о психологе, ну или зная какие-то такие общие моменты, да, чтобы вы, не зная ничего о психологе, наделили его теми образом, которые есть у вас. И потому, как вы относитесь к психологу, специалист может понять, какая проблема вас беспокоит. Правда, это относится к психоанализу, и я не знаю, может быть, ваш психолог не является психоаналитиком или не использует психоанализ как методику. В разговоре он мне сказал, что нужно было спросить, почему не спросил. И вы не ответили. Вы говорите, что я бы спросил, если бы были сомнения. Но ведь почему вы сразу посчитали, что по умолчанию, да, то есть априори, у вас уже сразу были длительные консультации. Почему? Откуда такая предостановка? Ну и вот здесь у меня, пожалуй, есть только одна корректировка, да, что психолог, он здесь мог бы задать другой вопрос. Он мог у вас, во-первых, спросить, как часто вы испытываете злость? В какой момент вы испытываете злость? То есть, ну, вот в каких ситуациях вы испытываете злость? Это первое. И второе, это то, вот заместо вопроса, который он вам задал, я бы здесь заменил бы этот вопрос на другое. Почему вас это задело? То есть, почему не спросила, да, это по большому счету такая, знаете, позиция преследователя со стороны мужчины. Ну, со стороны психолога, я так думаю, что психолог мужчина. Вот. Это преследовательская роль. И, соответственно, вас эта преследовательская роль, она будет стимулировать на то, чтобы быть в какой-то другой роли. Я уверен, что окружающие люди тоже вас так спрашивают. Почему они красивые и так далее. То есть, здесь, понимаете, вот ваше принижение, ваше подавление себя и ваш перенос, именно перенос на психолога того, чего вы хотели от него. Вот. Виноваты ли вы, что они не спросили? Нет. Вы не виноваты. Виноватых вообще нет, на самом деле. Искать виноватых – это далеко не самая продуктивная и правильная позиция. Но то, что вы ищите виноватых, или, может быть, лучше сказать, пытаетесь искать виноватых, это говорит о том, что виноваты вам нужны. То есть, вы ищите виноватых, вы считаете, что кто-то виноватых. То есть, если не виноват психолог, то виноваты вы. И вот, на мой взгляд, вот эта позиция, позиция именно поиска виноватых, да, то есть тех, кто должен ответить, является очень серьезной. То есть, это установка, что кто-то виноват в том, что с вами, например, произошло. А бывает так, и почти всегда так, что не виноват никто. Поэтому я бы хотел, чтобы вы либо сами, либо за своим психологом постарались определить, кто научил вас искать виноватых. Почему вы ищите виноватых? И как бы вы поступили, если бы узнали, например, что виноватых вообще нет? Ну, вот просто нет виноватых. Что вы не виноваты. Что ваш психолог не виноват. Никто не виноват. Знаете, у людей просто есть своя позиция, у людей есть выбор, и этот выбор определяется тем, значит, какой вред и польза дается в результате человека. Вот вы, да, когда, ну, что-то вы сделали, да, это, к сожалению, обернулось для вас вредом. Вот. То есть это нанесло вам вред. И, на мой взгляд, вот это является важным. Понимаете, виноват – это значит, что я себя виню. А это, как бы, ну, это родительская установка. Потому что, можно сказать, что, например, я здесь совершила ошибку, например, это да. Или я поступил как-то, ну, как-то не да, как нужно было, да. То есть я вывод сделала, опыт извлекла, да, я поняла, что было не так. И, соответственно, больше такого не повторится. Но вы этого не сказали, вы этого не написали. То есть вы и ищете виноградных, но сделали ли вы вывод? Сделали ли вы вывод относительно этой ситуации? Что вы для себя извлекли из этой ситуации? Понимаете? Поэтому нет, вы не виноваты. И виноватых нет. Понимаете? Искать виноватых значит, с одной стороны, пытаться сбросить ответственность. С одной стороны. Сбросить ответственность, ну, я не знаю, себя, например, да. Это с одной стороны. А с другой стороны, если вы склонны, например, себя винить, то получается, что вы стремитесь к этому чувству. Вы стремитесь к чувству вины. И это тоже важно. Потому что если вы стремитесь к чувству вины, то вам оно для чего-то нужно. Это чувство вины. И для чего оно вам нужно? Что оно вам даёт? Это вот тоже, на мой взгляд, такой очень важный момент, который нужно разбираться. То есть, грубо говоря, что-то вам нужно сделать сейчас, да, это превратить свою ситуацию, вот эту, в, так сказать, тему для обсуждения с психологом. Понимаете? Вот и всё. Просто обсудите с психологом вот это. И тогда при условии желания работать, если вы хотите работать, если вы хотите, ну, действительно решить ту проблему, с которой вы пришли к психологу изначально. Что всё у вас получится. И вы увидите, что самая личность психолога здесь ни при чём. Абсолютно. Кому-то психолог это просто профессионал. А те эмоции, которые вы испытываете, да, это эмоции проектованы вашей психикой. Например, вашим любимым чувством, как это называется в психологии. Вот. То есть, например, вот злость и недоверие – это чувство, которое, скорее всего, вы пользуетесь достаточно часто. Ну, вероятно. Вероятно. Вот. И у этого также есть причины. У этого также есть свои основания. Вот. Почему вы используете именно это чувство. Почему оно является, ну, например, там, вашим любимым. Вот. И как только вы отделите свои чувства от психолога, вы начнёте с ними работать. То есть, грубо говоря, вы сейчас находитесь в эго состоянии ребёнка. Вот. А психологу вам нужно донести и ввести состояние взрослого. Вы проанализировали вместе с ним, откуда, откуда это чувство. Оно не связано с психологом. Ещё раз. Надеюсь, что теперь вы понимаете лучше. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи.